Добрый вечер. Добрый вечер. Первый вопрос такой. Когда вы первый раз попали в театр? Когда я первый раз попал в театр? Ну, в детстве, на какой-то детский спектакль. По-моему, это был Иван Царевич. Либо Иван Царевич в театре Маяковского, в постановке Каменьковича. Либо это был «Оленький цветочек» в театре Пушкина. Оба спектакля, по-моему, шли десятилетиями, на них побывали все московские дети. Но это вас привели? Это меня привели. Когда вы первый раз осознанно пошли в театр? Это я не помню, когда я пошел в театр, прямо осознанно. Пожалуй, что осознанно, наверное, ну, то есть, наверняка, когда я ходил в, учился в университете на филфаке, я бывал в театре, да, я бывал в театре, я бывал в Вахтанговском театре. По-моему, я даже помню какое-то воспоминание, я смотрел «Отелло» в постановке «Марчелли» с Аней Дубровской, который тогда нежно влюбился, значит, вот на эту прекрасную девушку на сцене Вахтанговского театра. Встретился с ней спустя, соответственно, лет, наверное, 10-12 уже в работе. Вот. Ну, а потом, непосредственно перед поступлением в ГИТИС, это был Некрошус Гамлет, который вам привез, играли в театре Маяковского. Это был Фоменко «Волки и овцы», спектакль «На курсе». Это был тот же Каменькович «Школа для драков» у Фоменов тоже, студенческий спектакль. Ну вот, вот это какие-то прямо уже были осознанные походы в театр. Я не могу сказать, что я ходил в театр регулярно и постоянно во время учебы в университете, то есть непосредственно после выхода из школы и до своего поступления в ГИТИС. Пожалуй, только вот к погребничкам. Я ходил в театр «Овка», вот небольшой такой театр здесь в центре Москвы, чудесный театр. Туда я ходил, потому что родители туда очень любили ходить, и как-то я тоже пристрастился к этому театру, очень ироничному, очень тонкому, тихому театру. Когда вы первый раз попали в театр, которым теперь руководите, в качестве зрителя опять же? В 97-98 годах здесь был главным режиссером Сергей Васильевич Новач. Это был, на мой взгляд, один из лучших периодов театра «На Малой Бронной». И в биографии режиссерской Сергея Васильевича это был тоже потрясающий период. Здесь были прекрасные спектакли. «Идиот», который шел аж три вечера, «Мельник, колдун, обманщик и сват», «Пучина», «Леший», «Пять вечеров». Масса спектаклей было прекрасных, которые я очень любил и ходил на все. Здесь было и тогда мало зрителей, как-то он не очень хорошо наполнялся, зал зрительный, но спектакли были прекрасные. Вот тогда я первый раз и много раз приходил сюда, а потом уже я пришел сюда ставить в 2008 году «Много шума из ничего». Был здесь главным режиссером Трушкин в этот момент художественным руководителем один год. И он, собственно, меня и позвал тогда. Ну вот, я поставил «Много шума из ничего» и вот потом уже приходил сюда на «Варшавскую мелодию», смотрел со страхом из «Пересильд». Спектакль успешно, очень идущий и по сей день. Ну вот, ну и еще отдельный спектакль. Когда вы в первый раз на себя примерили роль режиссера, будучи зрителем, вот сидя в зале, вы себе вот прикинули, что вы бы сделали иначе? Или такого не было момента? Ну, я бы не сказал, что такой был момент, я не могу так сказать. То есть это ведь не фиксируемые моменты, потому что мы все, что мы смотрим, мы всегда примериваем на себя в той или иной степени. Я бы сделал так-то, я бы сделал так-то. Ну, часто, по крайней мере, таких моментов много в жизни происходит. И я не могу сказать, что такой момент я зафиксировал в своей жизни. Вы сказали, что у вас родители ходили в театр и вас перевели на первый раз в театр. Отец кинокритик, мама кинокритик, старшая сестра. Да, театровед. Театровед. Казалось бы, что вот... Надо идти туда сразу? Ну, да. Нет? Уже традиции какая-то? Нет, я как-то увлекался, меня совсем не интересовало ни кино, ни театр во время школы. И после школы тоже не было никакого желания идти в эти зоны. Я был увлечен литературой и поступил одновременно в Литвин институт. Честно говоря, я не помню, какому мастеру. Вот. И в университет на филологический факультет. И нельзя было, естественно, учиться параллельно. И я выбрал хорошее образование, университет. Вот. И отучился, потом поступил в аспирантуру. И где-то на втором, третьем, ну, к конце второго, на третьем курсе я понял, что мне надо менять специальность. Естественно, я должен получить диплом, доучиться. Но специальность надо менять и надо что-то с собой делать. На самом деле, просто в смысле личностном. То есть я был очень одинокий, асоциальный человек, очень плохо контактировал с людьми. Очень такой библиотечный человек. Я сидел днями, не сутками в библиотеке Московского университета, конспектируя всяческие книги по языкознанию и прочее, прочее. Вот. И совсем не умел общаться с людьми. У меня не было ни друзей, никого. Вот. И я понял, что мне надо этому резко учиться, резко как-то ломать себя и социализироваться. Моя социализация произошла, когда мне было уже, там, 21-22 года, когда я пошел поступать, 23, пошел поступать в ГИДИС. И за полгода, в общем-то, я превратился из крайне такого аутичного, замкнутого в себе юноши в старосту курса, который подряд, значит, делает отрывок за отрывком, активно общается. Я остался достаточно одиноким человеком, закрытым, вот, не допускающим к себе близко, но я научился легко общаться с людьми благодаря ГИДИСу. Поэтому я всегда говорю, что ГИДИС и приход в театр для меня был способом организации моей жизни, а не творческой необходимости. Это странно. Мне это вот не склеивает, что вот вы были там социальным таким мальчиком, мальчиком, которого к психиатру водили в родители. К психиатру меня не водили, ну, меня водили к психологу, к детскому психологу, да, в 3-4 года. Немотивированная агрессия. Да, психолог сказал, немотивированная агрессия пройдет. В общем, прошло, поскольку за свою жизнь я ни разу, значит, не ударил ни одного человека, и не коснулся даже по лицу никого, вот, поэтому... Хотелось? Нет. Никогда? Я не умею. Я не могу себе представить это, я не в состоянии это сделать. У меня рука не поднимается на лицо человека, и вообще, в принципе, на человека. Может, не обязательно по лицу, есть масса других мест. Ну, и по другим местам тоже не поднимается. Вот, поэтому немотивированная агрессия, она ни во что не вылилась, кроме как, наверное, в излишней эмоциональности. Я достаточно сильный эмоциональный человек, вот, остро реагирующий, достаточно ранимый, хотя, наверное, и с достаточно при этом сильным характером. Вот, но нет, вот это правда, был так, я был очень-очень-очень замкнутым человеком. Правда, я остаюсь им, это действительно так. У вас ведь была военная кафедра, насколько я понимаю, у вас есть специальность. Да. Военная. Да. Вы помните? Да. Я, это агитация на войска противника, на языке противника. Ага. Вот, вот, достаточно близко так. Ну, да, да, в определенной степени. В смысле манипуляции. Ну, да, 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 я об этом имею в виду. В детстве вы кем себя видели? То есть, ну, все же мальчики, девочки мечтают, что они станут кем? Писателем. Писателем. В 15 лет опубликовать свои тихи. Ну, скажем так, да, в осознанном возрасте, не там в 7 лет, когда хотелось мороженое продавать, чтобы было много его всегда. А в осознанном возрасте я мыслил себя, конечно, писателем. Я мечтал, что в 2000-м... Ну, и как, это же была еще и амбиция, это же всегда детские амбиции безумные, стать великим писателем. Мне хотелось в 2000-м году получить Нобелевскую премию. А на кого вы равнялись? В вашей системе координат тогда? Тогда Сорокина-то еще не было, вашего любимого? Не было системы координат, но как бы было ощущение, что вот это какая-то... Ну, если в чем-то можно реализоваться вот круче всего, меня никогда не интересовало там заработать много денег, да, там просто вот ради денег. Ну, то есть хорошо иметь деньги, чтобы жить безбедно, чтобы близким там было хорошо и чтобы как-то вот все было классно. Но у меня никогда не было такой самоцели вот деньги ради денег, и у меня нету к этому таланта, если честно, как мне кажется. У меня не было каких-то там вот с кино связанных, хотя родители действительно связаны там с кино. А литературой я занимался, и... Ну, как занимался, я писал стихи, и мне казалось, что у меня это получается, и какое-то у меня было от этого ощущение счастья, что это мое, и что в этом я могу быть хорош. Ну, и просто, что это... Я не знаю, как это выразить, что это самое главное, самое крутое, что может быть в жизни. Стать писателем, стать большим писателем, и известность, которая может прийти к себе как писателю, ничего ценнее и круче, вот этого нет. Что это какая-то прямо, ну, богом благословенная какая-то профессия, не профессия, призвание, дар. Вот. И, честно говоря, с тех пор у меня и осталось тоже ощущение. Угу. Вы опубликовались в 15 лет первый раз. Ну, где-то, да, наверное. Во взрослом, в настоящем издании. Это было все-таки с подачи отца как-то, не нет? Нет, нет, нет. Ну, как это произошло? Родители особо... Ну, я никогда не допускал родителей вот в свою зону там такого творческого... У меня очень прекрасные отношения с родителями, я их очень люблю, мне кажется, они меня очень любят. Но при этом никогда я не делился специально особо тем, что я делаю. И, ну, как бы это была для них такая немножко закрытая сфера. Вот. И они иногда читали вот точно так же, как опубликованные, они читают. Вот. Нет, это была студия Кипарис Виларец при Дворце пионеров на улице Фадеева. Значит, и... Сейчас, по-моему, это улица Невского, не помню. И там была студия литературная, которую вела Ольга Ивановна Татаринова, замечательная переводчица, и поэт, и писатель. Вот. И замечательный человек. Она вела эту студию, там занимались какое-то количество детей. Мы занимались поэзией, она нам рассказывала про поэзию, про литературу. И одновременно мы читали свои тексты. Ну, и потом обсуждали со всеми эти тексты. Было по пятницам, в пять часов вечера. Длилось, как правило, там до девяти, иногда до десяти. По темным улицам, неосвещенным, значит, тогда еще конец был, восьмидесятых. Разруха, постперестроечная или перестроечная разруха. Возвращались по своим домам. Я шел на Васильевскую, где жили мы и живут родители. Вот. И вот это были какие-то счастливые вечера пятницы. Они были самые счастливые в моем, как бы, детском и подростковом состоянии. Я их ждал. Я ужасно переживал, когда случайно какие-то были происходящие события. Что-то отменялось, заболевало у Ольги Ивановны. И она, как бы, дала, она как-то ко мне очень относилась трепетно. И с ее помощью были напечатаны первые тексты. Вот. А потом был Дмитрий Кузьмин, который возглавлял объединение «Вавилон», такое литературное, молодых писателей. И он тоже помог опубликоваться. Он взял у меня тексты. К сожалению, они вышли. Он взял тексты подростковые, но вышли они уже, когда я был в университете, в сборничке «Вавилон». Они имеются. Вот. Ну и был текст, напечатанный в антологии русского верлибора. Была такая, первый какой-то большой сборник. Вот. Так что, нет, там родители не были к этому причастны. Вы сейчас пишете, насколько я знаю? Пописываю. Это в стол или... Нет. Я очень благодарен Андрею Колесникову, который руководит русским пионером, который меня как-то выдергивает в писательство и заставляет, стимулирует, так как бы, заказывает тексты для русского пионера, и я пишу. Вот. И иногда пишу в стол, да, иногда пишу что-то в стол. Вы сейчас, когда свои, условно говоря, детские или подростковые, вернее, стихи читаете, вам нравятся или вы уже выросли как человек? Ну, я не отношусь к этому. Если я их... Вот сейчас я готовлю, на самом деле, публикации. Надеюсь, что осенью увидит книга моих текстов. Вот. И там будут какие-то стихи, которые относятся к подростковому периоду, они отредактированы к сегодняшнему дню так, чтобы они выглядели не так подростково. Ну, как бы я какую-то редактуру осуществил. Ну, конечно, я понимаю, что это с одной стороны. Там есть тексты, которые я сейчас могу презентовать в мире, а есть тексты такие совсем подростковые, которые требуют либо редакции, либо просто это факт моей биографии. Вы с сестрой... Сколько разница? Несколько лет, да? Четыре года. Вы близки? Ну, наверное, нет. И не были близки в ту пору? Ну, как, ну, у нас всегда хорошие, нормальные, ровные отношения. Я не... Я... Понимаете, какая история? Я человек действительно эмоциональный и очень чувственный, но я эту связь не вербализирую и не материализую в некой какой-то... в общении, в проведении времени с человеком. Для меня эта связь, она как бы находится вне конкретного проведенного совместного времени или вне конкретного общения, или вне конкретных действий совместных с человеком. Но существуют какие-то флюиды, которые... Ну, существует связь. Существует моя связь. Вот и все. Я ее не... Хорошо, человек, с которым вы связаны, он... Тоже эту связь? Не знаю. А, то есть... Не знаю. Иногда я понимаю, что, наверное, нет. Отсматривал целый пакет ваших интервью телевизионных. Иногда создается впечатление, что интервьюер вас, ну, скажем так, не слышит, и, чтобы не употреблять глагол, не понимает. У вас такое впечатление возникает иногда? Ну, иногда да. Иногда я очень раздражаюсь на... Но не показываете это. Показываю. Когда я раздражаюсь, я прямо показываю. А как вы покажите, чтобы я понял в тот момент, когда я понял, что надо начинать беспокоиться? Нет, я просто начинаю достаточно агрессивно разговаривать и коротко отвечать. Я человек достаточно говорливый. Я, в принципе, достаточно откровенный человек и легко идущий на откровенность. Меня, на самом деле, несложно выцепить на откровенность. И мне нравится, видимо, в силу, опять вот, упомянутого одиночества некого. Иногда для меня интервью — это просто возможность кому-то что-то реальное рассказать. Хотя бы как-то. Если интервьюер пользуется этой возможностью, то я и готов идти на это. Но при этом, естественно, важно, чтобы тебя понимали и как-то более-менее деликатно к этому относились или хотя бы просто понимали. А бывает, что глупость просто какая-то или очевидность, и я начинаю тогда просто агрессивничать и резко коротко отвечать. Мне кажется, это приятно, потому что вы должны чувствовать превосходство над собеседником и питаться этим. Нет, я не тот человек, который радуется своему какому-то превосходству. Телевизионный мэтр Аркадий Кайданов про ваши телевизионные беседы сказал, что они ему кажутся гораздо полновеснее и гораздо более насыщенными контентом, нежели ваши постановки. Это обидная синтенция? Нет, не обидная. Я больше, чем мои постановки. Там же он расшифровал свой тезис, сказав, что то, что вы делаете, не гениально, потому что когда гениально, то не видно, как это сделано. А у вас видны швы. Я вообще не понимаю, о чем речь, потому что я очень человек далекий. Почему? На видны швы я не спорю с тем, что швы часто видны. Просто дело в том, что вы же знаете, что где-то с 70-х годов у модельеров современных такая фишка, чтобы были видны швы ниточки. Нет, то, что вы говорите, то, что человек имеет в виду, это же не обнажение приема. Обнажение приема – это одно. А то, что видно, что человек этим, ну, как бы делает это мастеровито, вот про это, наверное, речь. Ну, да, для меня театр – это не зона моего какого-то безумия, что ли, да, это зона моей рациональности. Это не зона моего подсознания, это зона моего, как бы, сознательного высказывания. Ладно, я сделал вывод, что зона вашего подсознания от всех закрыта. Во второй части мы поговорим не сколько о театре, сколько о кино и телевидении. Итак, кино. Комментируя работу Пашу над сериалом «Содержанки», вы сказали, что рассматривать ее как трамплин – большое кино. Во-первых, немножко про «Содержанок», а потом про траплет. В одной из бесед вы сказали, что все ситуации в сериале «Содержанки» – это, в общем, плод сценарных работ, все персонажи – это, ну, как бы, тоже художественные. Я при этом увидел там несколько вполне конкретных персонажей, которых я знаю, более того, ситуации, про которые мне известны. Это так случилось, это попадание пальцем в небо, или все-таки вы на самом деле рисовали с кого-то? Это попадание пальцем в небо, ну, слушайте, там нету каких-то экстремальных, невероятных ситуаций. Там самые бытовые ситуации, которые случаются ежедневно, поэтому, естественно, я сам встречал много людей, которые спрашивали меня это не про нас ли. Да. Да, поэтому, ну… Не про них? Нет, 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 вообще не про них. Как проходил кастинг? Я не очень люблю заниматься кастингами, я, в принципе, как бы знаю, кого я хочу на той или иной роль. Я много знаю артистов, примерно понимаю, кого я хочу, либо тех, с кем я работал, либо тех, кого я знаю. Если я кого-то не знаю, то я смотрю на фотографию, встречаюсь с человеком, беседую, там, 15 минут, и мне примерно понятно. Хочу я с этим человеком работать, подходит он или нет. Я вот, как бы, пробы в режиме проигрывания сцены не люблю. Поэтому, в принципе, вот кастинг проходил быстро и легко, учитывая то, что еще это была моя первая такая работа, мне нужно было опереться максимально на свою команду, так мне было бы легче. Команду вы имеете в виду, в том числе и актерскую составляющую? Театральную, актерскую команду. Состав, да? Да, да, да. Вот, то, соответственно, вот я и выбирал в основном из тех людей, которые уже работали со мной, моего круга. Там Дарья Мороз играет, который, ну, мама вашего ребенка, ваша жена в недавнем прошлом. Частый вопрос, который задают в таких ситуациях режиссерам или коллегам, как человек относится к тому, что его жена или любимый человек задействован в постельных сценах откровенных с обнаженкой. Меня очень удивил ваш ответ, что на самом деле ревность может вызвать не какие-то постельные экзерсисы, а какой-то взгляд, то есть когда человек понимает, что его любимый или любимые увлечены партнером. Это общее место или это такое вот у Кости? Да я не знаю, я на самом деле это все очень сложный вопрос обсуждения в режиме вообще как бы профессиональной работы, потому что у меня действительно есть некий такой механизм изолирования времени, который провожу на площадке или в репутационном зале от всех моих эмоций, жизненных и переживаний. И каких-то жизненных реакций. То есть для меня люди, которые находятся на площадке, это вот просто люди, тела, психики. Они никак не связаны с моей предыдущей или будущей жизнью. И все, что происходит на площадке или в реп-зале, для меня действительно как бы некая зона врачебного кабинета. И там все остается и все там умирает в этом врачебном кабинете, когда ты выходишь наружу, ты выходишь в реальную жизнь, а все, что там, оно как бы абсолютно мгновенно выключается, как свет выключаешь и все. Потом заходишь туда, снова включаешь свет, и оно там снова существует. Именно и поэтому как бы мои отношения с актерами всегда очень откровенные. Я с ними на площадке очень откровенен, предельно откровенен. Я исповедален перед ними и прошу от них быть предельно открытыми и в определенной степени бесстыдными. Я не имею в виду просто физическую бесстыдность, именно психическую бесстыдность. Передо мной, а следственным перед зрителем. И добиваться этого можно только при условии, что они тоже ощущают, что как бы вот то, что происходит между нами в реп-зационном зале или на площадке, это будет такой врачебный кабинет, и тайна, условно, болезни, будет абсолютно сохранена. Понимаете, да? То есть выработанность этого механизма очень как бы сохраняет тебя от пересечения жизни и площадки. Вы деспот в работе? Да. Это природа или это навык у вас? То есть вот в эту деспотичность, жесткость? Это природа, оформленная уже в определенные технологии. Вы довольны содержантами? То есть после того, как вы уже отсмотрели готовый продукт? Это не может быть в режиме… Я, безусловно, доволен какими-то сериями или какими-то фрагментами. Я не могу быть доволен таким, полностью доволен таким огромным продуктом, в котором я вижу свои ошибки, свои проблемы и т.д. Какие вы видите ошибки в содержанках? Я вижу всякие там некие сценарные ошибки, которые потом переливались на экран. Возможно, некие ошибки в способе рассказа истории, но я не думаю, что это слишком этично говорить об этом публично по отношению к людям, с которыми мы вместе делали этот проект. Вы понимаете, о людях из цеха не любят тебя рассказывать? Стало это ступенью в моем профессиональном развитии, дает мне это что-то, развивает это меня куда-то или нет? Кстати, я к актерам точно так же отношусь. И очень часто, когда я работаю над спектаклем, допустим, или на какой-то роли с актером, я прямо произношу человеку, что мне не важно, какой она сейчас, она может не перфектной быть сейчас, эта роль. Но я хочу, говорю я актеру, тебя вести дальше. И я знаю, что вот эта роль станет ступенькой, и через 2-3 года, через 2-3 роли ты достигнешь какой-то крутизны, какого-то уровня, которого сейчас достичь не можешь. Но эта роль все равно должна быть делаема и сделана. Она станет, она будет не идеальной, но она станет ступенью в твоем развитии и в наших взаимоотношениях. Второй сезон «Содержанок» будет, насколько я понимаю, это вопрос решенный, и продюсером будет Дарья Мороз. Да, да, одним из продюсеров этой истории. Это будет ее дебют в этом качестве? Да, да, что давно хотела заняться продюсированием. Не рискованно ли это решение? Это решение коллегиальное? Коллегиальное, да. А будет ли задействована как-нибудь Ксения Собчак, к которой Мороз приписывает? Я не знаю, это уже дело сценаристов и режиссеров. А то есть мы такой вариант не исключаем? Ну, насколько я знаю, сегодня в сценарии там нет такой позиции. А вообще вы считаете, что Ксения Анатольевна это перспективный человек для кино? Ну, я считаю, она талантливый человек, безусловно. А как журналиста, как вы ее оцениваете? Как блестящего журналиста. Несколько лет назад было интервью. Как блестящего журналиста. А в принципе к людям нашего ремесла журналистского, какое у вас отношение? В целом, как вы характеризуете эту страту? У меня нету какого-то отношения к профессии журналиста. У меня есть как бы отношение к конкретным людям, которые крутые в том, что они делают. Это очень сложное дело, как бы детективное или оно в разных сферах существует. Есть журналистика детективного свойства, есть журналистика психологического свойства, как, например, интервью. Это сложное взаимодействие психологическое. Поэтому просто отношение к людям не по факту их профессии, а по факту того, как они в этой профессии реализуются. Кинокритика и театроведение – это журналистика? То есть чем занимаются ваши родные? Ну, по большому счету нет. По большому изначально. Другое дело, что, к сожалению, в последние годы запрос на серьезную аналитику, научное отношение, серьезное отношение, фундаментальное отношение к исследованию театра, в том числе и текущего положения дела в театре, запрос на серьезность этого слишком снижен. И поэтому многие люди вынуждены вместо того, чтобы писать серьезные статьи, писать условные заметки. Или вообще уходить из зоны писания текстов про театр или кино. Про большое кино, когда вы говорили, вы что-то уже конкретно, есть какой-то замысел? То есть у вас есть... У меня энное количество замыслов, но посмотрим, удастся ли их реализовать. Мне бы хотелось... Вы знаете, я так скажу вам. Я человек, который принюхивается к миру вокруг и идет на запах. Вот в тот момент, когда я внутренне почувствую, что вот пора, я пойду, и там все будет. Я это всегда знаю, и так всегда и происходит. А если запаха не чувствую, то я просто вот... Надо пойти в кино, надо пойти в кино. Нет, так не случится. Я не чувствую, что создался момент. Я не чувствую, что меня где-то ждет это пространство сейчас, куда мне надо идти. И я не чувствую в себе абсолютной потребности, необходимости сейчас именно туда идти. Поэтому сейчас я просто учусь. Вы собираетесь людей той труппы, которую вы возглавляете теперь вот из этого театра, задействовать в каких-то своих проектах вне? Я в первую очередь сосредоточусь на том, чтобы здесь в театре закипела работа. И отдам... Ну, на это уйдет некоторое время, потому что, естественно, театр в непростом положении. И плюс осенью переезд большой в связи с тем, что здесь будет ремонт сцены в дворец на Яузе, где был современник недавно в связи с их ремонтом. Вот. А вот со второй половины сезона, я надеюсь, что здесь совсем закипит прямо работа. И, соответственно, я максимальные силы отдам тому, чтобы люди, которые работают здесь, раскрылись в этих работах. Не только моих, но и приглашенных режиссер. Вы вот... Отзвать их второй... Я скажу так вам. Я хочу сделать так, чтобы моих актеров хотели. Вот это очень важно, чтобы их хотели, другие режиссеры. Я надеюсь, что мне получится это сделать. Сделать это хочу в первую очередь через театр. Вот. Помогать им только потому, что они просто артисты моего театра, я не собираюсь. Я хочу, чтобы на них был спрос. Это очень важная позиция. Заявление о кипящей перспективе, оно было сделано в презумпции того, что до вашего прихода здесь температура была ниже комнатной? Ну, здесь наблюдался некоторое... Застой? Ну, да. Кстати, про застой. Как вы вообще относитесь к тому, что сейчас в социуме происходит ревизия, вообще представление о застой, о брежневской эпохе, которую вы чуть-чуть, там, ребенком, но застали? К тому, что совершенно по-другому сейчас говорят о генерале Симусе Сталине, не так, как в перестроечные годы. Это какие-то процессы, которые вас, как деятелю культуры, занимают, или вы выше этого, или там, вне этого? Меня занимает тайна любой эпохи. Любая эпоха обладает своими какими-то таинственными токами, которые как-то связаны с современным пространством. Меня не занимает время, как время плохое или хорошее, время депрессии или расцвета. Я ищу в любом времени свои ощущения, соотношу себя с любым другим временем. Я не думаю, что в обществе происходит какая-то ревизия. Просто отдаление времени, время, эпоха определенная отдаляется. Когда она близка, у нас с ней очень острые отношения. Когда она отдаляется, отношения с этой эпохой смягчаются. Мне кажется, происходит процесс отдаления определенных времен от нас. И за счет этого глумаризация, некая ревизация? От этого некое происходит внутреннее успокоение каких-то болей, каких-то переживаний. С одной стороны. С другой стороны, большее право высказаться получают те люди, которые по-другому думают про то или иное время. Я не вижу в этом ничего трагического. Про Сталина и в 90-е годы многие думали так, как сегодня высказываются. Мне кажется, ничего страшного в том, что высказываются когда-то про это, думая. Нет. Понимаете? Я не вижу людей, которые думали про Сталина как про тирана, и сегодня вдруг думают о нем как о боге. Я таких людей не знаю. Я знаю людей, которые про него думали как о боге, а сегодня могут позволить себе сказать, а я люблю Сталина. Ну и ради бога, на здоровье. Понимаете? Хотят так говорить. Пускай. Вы политизированный человек? Нет. Вы не следите за политическим... Я слежу, но так, как бы, не углубляюсь. Я не могу сказать, что я политизированный человек. За кого вы голосовали на последних? Скажем так, я политизированный человек за Путина. Да ладно. Да. Я политизированный человек... Я политизированный человек в несколько другом смысле. Я искренне считаю, что те процессы, которые происходят в обществе, они более метафизические, чем мы думаем. Они более глубинную имеют природу, они более цивилизационные, чем мы думаем. Они не вызваны конкретными персоналиями, конкретными решениями, конкретными какими-то течениями в политической или социальной жизни. И те вызовы, с которыми мы сталкиваемся, они цивилизационные вызовы. И те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, они кризисы цивилизационные. И, соответственно, причины более глобальные, чем конкретная социальная обстановка, конкретная политическая сила, находящаяся у власти, И так далее, и так далее. Убрав одного человека, поставив другого человека, проблемы не решить. Мы находимся в периоде истории, когда эти проблемы цивилизационные. И вот думать про эти цивилизационные проблемы мне крайне интересно. Это если и называть политикой, то на каком-то другом уровне. — Вы следите за тем, что пишут в социальных сетях, в том числе о вас? — Ну, сейчас, в последние годы, в социальных сетях минимально слежу. Только если просто попадается в ленте. Так специально не бегаю и не выискиваю в социальных сетях про себя. — То, что ваше назначение пролоббировала Ксения Анатольевна Собчак, это является для вас обидным? Или вы настолько ничтожным, что вы игнорируете такого рода? — Да хоть Папа Римский, какая разница, что пишет. — Вопросом можно человека спровоцировать? Точно можно. Можно ли его обидеть или унизить вопросом? — Вопрос может быть бестактным. А такт — это одна из основных и важнейших человеческих качеств. — Хорошо. Тогда, допустим, вы несколько раз говорили, что вы человек в целом такой закрытый. Вот некоторые ваши экзерсисы, которые, опять же, обсуждаются в сетях, ну вот выйти на сцену абсолютно обнаженным, это попытка такой гиперкомпенсации? Или это... — Слушайте, я вышел на сцену не абсолютно, но более-менее обнаженным. — Ну, с газетой культуры прикрывающей. — Довольно много лет назад в Капустнике, в театральном Капустнике, да, для своих. Вот. Это не выход, значит, обнаженным на публику в каком-то спектакле и так далее, и так далее. И, кстати, по поводу обнажений, в моих спектаклях я могу припомнить, ну, полтора обнажения, да, наверное, на все спектакли. В спектаклях Льва Абрама Чудодина, классика русского театра, обнажений значительно больше и значительно больше таких физиологических откровенностей, чем в моих спектаклях, например, про которые только и говорят, что там бесконечная какая-то, значит, обнаженка якобы. Что неправда. Вы же понимаете, что это неправда. Вот. Поэтому я на самом деле не про эпатаж. Это сильное заблуждение, что я про эпатаж. Я человек, безусловно, ну, любящий какое-то хулиганство там. Театральное веселое хулиганство. Вот такое вахтанговское хулиганство, понимаете, турандотовское хулиганство. Я человек, любящий капустники. Я человек, любящий вообще жизнь и театральность. Но я не про какую-то такую... Я понял. Значит, серьезную, серьезные попытки вызова обществу. Я слишком люблю социум, я слишком люблю публику, чтобы пытаться с ней вступать в, значит, какие-то агрессивные взаимоотношения. Мои отношения это такие... Если что-то и происходит, это такая, знаете, такая попытка пробуждения от спячки, и не более того, чтобы вот люди немножко пробудились от спячки и внимательнее посмотрели на сцену, на то, что там происходит. Все-таки действительно закрытый человек, потому что я так и не смог понять, вызвал ли я ваше раздражение. В любом случае, спасибо. Спасибо.